Майкл Фелпс 21 раз поднялся на педестал почета. Сестры Уильямс уже не те. Финальная пятерка сборной США по гимнастике побила 56-летний рекорд. И, конечно же, самые интересные моменты из Рио. Подумать только, уже пятый день Олимпиады. Посмотрим на общий медальный зачет. На первой строчке также Соединенные Штаты. В их арсенале 26 медалей. Держит марку и Китай. За ним второе место в рейтинге из 17 наград. На третье место вырвалась Венгрия. С показателем в 6 медалей. Из них, кстати, 4 золотые, что и позволило венграм обойти Австралию, которая вот уже 3 дня удерживалась на третьем месте. Насколько все-таки непредсказуем спорт. Вот, к примеру, американские теннисистки. Сестры Уильямс вылетели из соревнований. В матче первого круга парного теннисного турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро американки сенсационно проиграли Люси Шафаржевой и Барбаре Стрытцевой, представляющих Чехию. Это был очень тяжелый матч для нас, хотя мы и привыкли к жестким розыгрышам. Что бы то ни было, это была не лучшая наша игра, поэтому такой итог. Прокомментировала результат Сирена Уильямс. Для сестер Уильямс это поражение стало первым в карьере в рамках парных теннисных турниров Олимпийских игр. За первые два дня игр старшая сестра Винус Уильямс вылетела из одиночного состязания, проиграв в бельгийке Кристен Флипкинс. Также завершился провалом матч первой ракетки мира Сирены Уильямс против украинки Элины Светолиной. Напомним, что и первая ракетка мира среди мужчин Сербновак Джокович проиграл в Бразирии уже в первом круге. Абсолютным чемпионом по количеству олимпийских медалей можно официально назвать Майкла Фелпса. Спортсмен поднялся на пьедестал уже в 20-й раз, чтобы забрать золото за заплыв на 200 метров бутерфляем. А несколькими часами позже стал единственным в истории спорта 21-кратным олимпийским чемпионом. Американский пловец завоевал свое 21-е олимпийское золото в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Что же, соревнования по плаванию продолжаются, так что ждем новых побед от Майкла. Своеобразный рекорд установила накануне американская олимпийская сборная по гимнастике. В своих красно-бело-синих костюмах спортсменки превзошли себя в своих самых смелых ожиданиях, завоевав командное золото во вторник и обойдя своих ближайших соперниц на 8,209 балла. Россиянки были лучшими среди остальных, завоевав серебряную медаль, а китаянки взяли бронзу. Через несколько минут победы сборная США по гимнастике обнародовала свое основное название – финальная пятерка. Девушки говорят, что они придумали его в честь Марты Кароли, координатора сборной США, которая после игр в Рео уходит в отставку. Напомним, отрыв американок от соперниц был самым большим с 1960 года. Но не обошлось и без курьезов. Самые интересные моменты мы отобрали на официальной странице Олимпик в микроблоге Твиттер. С пьедестала и сразу к сыну. Майкл Фелпс посвятил ребенку 21 победу. Дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал олимпийское золото в весовой категории до 81 килограмма. А вот так вот проходили соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня ожидаем финалы по шоссейному велоспорту, гребле, стрельбе, тяжелой атлетике, прыжкам в воду, дзюдо, фехтованию, плаванию и настольному теннису. Следите за новостями вместе с нами и побеждайте!